Во времени суток мы начинаем смотреть за Best of 3 противостоянием TPB против команды Empire Face. Довольно-таки поздно, к сожалению, залетели на пике, но в любом случае комментировать для вас начинают Lumisid и Smile. Очень интересный матч. Да, всем добрый день. ТПД у нас обыграли, кстати, вот команда Лила, PitchBay. Кажется, Лил после нее дропнулся. Поэтому интересно будет за этой командой понаблюдать. Такие ники у нас все знакомы. Фервин, Хакон, Моряч, Ашашаш. Поэтому жесткое будет противостояние. Но имперцы тоже своим новым составом. Ну, не новым составом, старым составом, но с новыми игроками. Да, стоит отметить, что сегодня у нас два Best of 3 противостояния в рамках турнира Megafon Champions League. Это противостояние WinStrike против Kaipi и противостояние как раз-таки TPB против Empire Face. Сразу после этого матча мы сможем посмотреть за WinStrike'ами уже. Ну, пики и баны. Давай, наверное, все-таки немножко обсудим. Луна подняется. Одна из последних вообще квалификаций у нас на старом патче. Потому что вот-вот уже как раз-таки в ближайшие, наверное, сутки в эти должны, должен у нас патч выйти. И все как раз поменяется. Уже не будем видеть этих героев. А так все, ну, в принципе, классически. Никаких новых героев не увидим. Shadow Demon здесь такой не новый герой, да. Очень понравился как раз у нас и топ коллективом. Очень часто он заходит и на третью, и на четвертую позицию. Пангалеры мы тоже видели довольно-таки частенько. Вот, вместе с... Ну, все, все герои дефолтные. Ну, поэтому ничего тут прямо такого нету. Хороший балансный пик у одних, у других. Правый пик будет очень жестко с памятим. Хорошо бы выиграть линии и от этого как раз отталкиваться. Потому что герои у них неплохие. И на Марфа как раз-таки надеяться. Ну, я смотрел за командой TPB еще на турнирах от Федерации компьютерного спорта, там, ФКС и Кубок России. Они сейчас тоже потихонечку проходят. Парни очень любят пикать сейнвокера на мидл для Ашашаша. Вот, также там есть какой-нибудь Shadow Fiend иногда. Но Shadow Fiend сейчас совсем не в мете. Но, как бы, мы видим, что сейчас сигнатурочки свои понабрали. Наверное, даже свои лучшие герои, действительно. И как тебе Морфлинг вообще в этом патче? Вот я тебя хотел спросить, потому что Куман будет играть на Морфлинге. Он здесь залетел вообще десятым пиком. На самом деле, это один из имбаланснейших персонажей вообще, которые есть. Поэтому, я не знаю, почему так поздно его взяли и не забанили. Но он... Морф вообще в этом патче смотрится очень круто. Морф очень сильный герой. На него нужно очень много ресурсов тратить, чтобы его убить. Либо какой-то Spirit Vessel постоянно рашить на каких-то героях. Поэтому Морф... Мне Морф реально крут. Морф меня импонирует в этом жестком патче. То есть всегда можно кого-то превратиться в ту же самую луну. Ну да, там жестко раскидывать. Или в Shadow Demons просто из себя сделать иллюзией. Да, любой персонаж, у которого там есть какой-то контроль, в принципе, уже хорошо подойдет. Тот же самый Рубик. Хотя Рубик иногда против тебя просто хорошо смотрится за счет того, что Мосс ворвать. Заход на рону. Бэйна сейчас могут цеплять на самом деле. Потому что Crystal Maiden сбоку заходит. Вильхера, не знаю, почему дальше не пошел. Должен был тут цеплять он Бэйна. Вот, первый новый заходит. Но на самом деле, вильхеры сейчас могут здесь и убить. У Crystal Maiden очень маленький моспид. Как раз пытается отойти на луну. У Мряча. У Мряча там 334 вообще. 334 на 227. Луна у нас имеет один из самых больших, в общем, моспидов в игре. Поэтому не проблема вот этого Crystal Maiden, который там чуть ли... С ботинком она медленнее будет, чем Луна бегать. Да, там три мангуса в этой цемке имеется. На спам. Жесткий спам. Очень четыре мангуса у нее имеется. У нее очень большое количество региона. Но это на чистый спам. Просто ты кидаешь новую, съедаешь мангус, кидаешь новую, съедаешь мангус. А потом при получении ауры, как раз начинает жестко спамить, пытается выйти у нас на мидл вильхер. Как раз может быть забрать тайминг курьера. Получится ли у него? Чуть не успевает, на самом деле. И по таймингу он заходит. Как раз вот этот маленький моспид на него влияет. Курьер уже сейчас обратно побежит. И вот, 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 на самом деле. Может, может. Нет, очень. На один удар хватит. Больше не хватит. Он убрет, он убрет. Вильхер просто погибает здесь. Ну, пивается флаской и пытается отойти. Возможно, сейчас будет кастовать телепорт к себе на линию. Фласка его спасает. Да, ему нужно наверху ходить. Там как раз уже начинает мипошку у нас потихоньку напрягать шаду демона. У нас шаду демона третья позиция, походу, будет играться. Поэтому очень много у него как раз тоже эрегена есть. И серклеточка. Нет, хакон в ровровую позицию. Идем, как раз. Идем четверком под гольер. Под гольер. Вот, ну, мипошка пока довольно-таки все-таки неплохо стоит на этой линии. С другой стороны, у него как-то всего лишь один крип добит. Но мы видим, что хакон тоже не особо-таки сильно фармит. Хакон, правда, заданал целых пять крипов. Поэтому потихонечку по экспириенсу должна эта линия выигрываться командой TPB. Но я видел уже эти матчапы, как раз-таки, когда панголер стоит против энигмы. Главное, не фидеть эдалонами. Потому что когда он будет получать тоже большое лвла, то вот эти эдалончики, как раз-таки, энигмят. На них очень много фарма получает у нас панголер. Панголер, что здесь надо мана тапки, какой-нибудь вангвард потом, и все будет хорошо. Можно в примесенгвард идти блинг. У нас так Монминдер играл, как раз-таки, за свой коллектив. И у него очень хорошо получалось на этом панголере, как раз-таки, исполнять против этих энигм. И он еще башер собирает. Это самое неприятное для энигмы, как раз, что панголер собирает башер. И с вэшбаклом он сбивает даже в Блэкхолле. О, даже, то есть, в Блэкенбаре Блэкхол. Ну и Фервиан. Пока, вроде как, пытается все-таки делать хоть какие-то отводы. А, или здесь вообще отвод сделан? Здесь отвод, получается, сделан для команды Эмпайр, вообще. Очень неплохо, верно. Сверху забирает нас Crystal Maiden. Загуляла она чуть-чуть. Очень много стаков получила. И спокойно, вот, вот Shadow Demon. Убил First Blood у нас для ТПД залетает. Ну и Куман. Начинаем потихонечку все-таки прибивать инвокера. С другой стороны, мидл линия у нас выходит такая же, что здесь далеко не факт, что кто-то кого-то будет убивать. То есть здесь, да, может, безусловно, быть совершена какая-то ошибка. И один персонаж может убить второго. Тем не менее, без какого-то ганга от суппорта, без поддержки, без каких-то грубых ошибок наверняка никто умирать не должен. Инвокер экзортовый. Санстрайки свои уже куда-то отбрасывал, но вроде как пока никого этими санстрайками убить не получилось. Да, только одно убийство имеется у ТПП. На верхней лайн очень хорошо санстрайки, да, здесь Кристалмейн как разогуливает, а там санстрайки залетает довольно-таки неплохо. Ну, под Малифайс хорошо зайдет. Туда же можно будет еще и с Жиду Демоном скомбинировать. В общем, варианты есть. Варианты есть, надо использовать. И надо пытаться все-таки свой пик реализовать с самых начальных минут. Куман на медиа стоит 16-6 против инвокера. Ну, ровненько стоит абсолютно 14-5 с инвокера. Но сейчас динай пойдут еще лучше. Так, думаю, здесь хорошо забирает Критов. Здесь на нижней линии перепалка. Фервион пытается пробивать голу. Да, правда, Фервион наверняка сейчас сама Винтерверна убьет. Сплинтерглас полетел. Еще буквально нужно пару тычек сделать с Артиберна, но делает телепорт отсюда. Фервион действительно спасается. Не пошел под тавр. Вижена там уже не было. Никаким образом ты, Вижен, между деревьев не получишь. Очень сильно проседает у нас, ребята, с ТПП. Би, Найтл Лайны, потому что Регена не остается у Луны. Вот последняя Танга. И сверху тоже постоянно встреет у нас какой-то из героев. Без Санстрайка даже это происходит. Просто здесь разматывают. Маленький левел у нас будет. И Кристал Мэйден, и как раз-таки Пангольер. Потому что постоянно у них есть крипов. Хороший динай происходит. Вот эти Эдолоны, как раз-таки, да, вот они забираются. 50 голды, не надо ими фидить. Это очень жестко, на самом деле. Пангольер на них очень много денег зарабатывает. Да, довольно важно в этой ситуации, как-никак, еще и Хакону получить побыстрее сварки. Факты, понятное дело, что какого-то быстрого блингдайгера здесь не будет. Слишком много чем можно сбить. Ну и вот сейчас выпрыгивают на него. Очень серьезно пробил Пангольер. И сам сейчас, правда, рискует немножко убереть. Из него делают иллюзии. Санстрайк будет или нет? Санстрайка нет, потому что мана тоже не имеется. Ну, Саня Квест Соло разбирается. Правда, сам, возможно, улетит сейчас в таверну от Вильхиора. Но Вильхиор не добивает последним ударом. Ну что ж, пока такие просто суперлокальные стычки у нас по карте происходят. Верхняя линия доминирует полностью. На медиа Морф тоже получше стоит, чем Инвокер. А вот снизу как раз-таки приседание у нас происходит. Имперция там доминирует. Еще у нас здесь погибает. Винтер Верна хорошо зашел в спину. У нас игрок команды TPB. Перен. И то, что разорвал Винтер Верна. Пока в одну калитку. Пока в одну калитку. И лайн-ы довольно-таки хорошо стоит у нас, ребята. Да, ну видно, что прям суперлокал. А то прям Мейрен тоже стрелет. Уже никуда отсюда не денется. 10 стиков есть, но 10 стиков тоже не помогли. Потому что там еще один тик бы сработал от Маллифайса. И 5-0 для TPB. Так, кстати, на секундочку. Команда TPB выбила из квалификации команду, в которой играл Дэнди. Из квалификации на мейджор. Чунцид мейджор. Да. Он играл заменой, если я сейчас... Ну, точно не вспомню, за кого. Мепошка тоже должен встревать. Вы просто здесь забивают. 6-1. В последнее время Монвокер погибает. Вот там, как раз, Вильхевр забрал, как раз вместе с Акуманом. Хорошо. Пришел за Гангл. И дальше вниз у нас уходит. На Года тоже можно попротаться на Пайс. Но Маны не особо много на Субейна. Сегодня на один нюк. Зацепил все-таки Года. Перебрасываются они пакетом на голове. И Винтер Вернов все-таки будет умирать. Но лучше отдать саппорта пятой позиции здесь, нежели отдать все-таки своего... Ну, что это получается? Третья позиция Год? Или можно назвать его первой? Трешка. Трешка, наверное, Мекроф. Но, скорее всего, первая позиция просто стоит на Уфлейне. Опять-то, выход как раз-таки на Года. Есть у него и Фарифайр. Фулл ХП должен себя восстанавливать. Еще... Кстати, сейчас вот так уходит, вот. Да-да-да, на Фулл ХП он уходит. И стыки. Хорошо! Ой, как хорошо сейчас. Кастуют свои скиллы. Верно. Верно. Ну, заслипали. Верно, здесь уже 100% будет умирать. Ну, подрались. Довольно неплохо очередной раз. Ребята из команды TPB. Пока просто какая-то тотальная доминация. Как минимум по убийствам. Но, с другой стороны, фармит Морфлинг. Фармит Морф. И у Кумана там уже 44 крипа. Он потихонечку приносит себе уже в Курьере. То есть у него есть аквилл, он взял себе в рейсбэнд. Несет себе еще один в рейсбэнд. Ну, я бы на месте Шадоу Демона бы не линзу здесь собирал первым. Я думаю, как раз-таки Спирит Вейсел. Против Морфа, которого пока не будет. Там, Блокенбаров и так далее. Спирит Вейсел против него будет очень хорошо работать. Что-то он решил линзу себе пособрать. Тай бог ему здоровья. Что же, восьмая минута игры. По золоту преимущества практически нету. Варды довольно-таки неплохие стоят у имперцев. Но эти варды пока реализовываются не получается. Страик, да, это фраг для инвокера будет. Отлично. Иска, он реализовал. Блэкхол ранее использовал. Да, хорошо вышло. Потому что его надо кастить. Потому что очень часто у нас анигмы как раз-таки не кастят Блэкхол вообще. А здесь зашел довольно-таки неплохо на Кристалл Мейден. Там уже пятый уровень у нас Некрофос. Тиммейт заходит мощно. И я сама это отсути. Хоть каким-то образом отсюда спастись. На самом деле Кристалл Мейден пока живет. Очень похоже на это. 15 хп остается. Санстрайк пошел на года. Года все-таки добивают. А Виверна, скорее всего, тоже уже никуда отсюда не спасется. Минус 2. Там еще и на самом деле Кристалл Мейден мог догнать. Вот один стакан у меня есть. И второй не залетит. Да, не залетает. Второй мог бы на самом деле забрать здесь Кельхиора. Но не получилось. Ну, слишком долго она там уже убегала. Действительно, большое количество времени ей на это дали. И поэтому спасается. Но самое важное то, что убивает сейчас Некрофоса на нижней линии. И, наверное, единственная проблема, которая может возникнуть в команде ТПБ в ближайшее время, это морфинг. Потому что морфинг фармит ему вообще не мешает. Он стоит на абсолютном фрифарме на виду линии. Надо что-то придумать. Против морфа Shadow Demon есть. Он очень хорошо работает. Как раз таки и Пурш, и Дизрапшн будет очень много демэджа наносить в драке. Поэтому надо с него сделать иллюзии просто пойти базу противника с ними. Сними, пробей. Очень немало урона может залететь. База даже именно в драке. Если будет накидываться и Soulcatcher, и все заклинания будет тратить Shadow Demon именно на этого морфа, то у морфа будет проблема. Потому что его будут в руке реально его же иллюзии очень серьезно пробивать. На мипошку будет выход. Сейчас, наверное, тут внизу встречаются еще. Пара суппортов. Винтер Верн цепляет Дизрапшн. Полетел Санстрайк. Верн, скорее всего, никуда отсюда не должна уходить. Маден все же отправляется в таверну. Ну и мипошка параллельно. На него сейчас выход Бейн про спину заходит и Ферену здесь будет забирать. Ой-ой-ой, как же больно прилетело с Брэшсапа. Тут минус Пангалья. Тут ничего особо не придумаешь. Просто на халяву. На халяву здесь умирает. Пятый уровень Пангалья. У него даже шестого нет. Винтер Верн четвертого. Какой-то жесткий аутлевел. Тут кристалл Мэйден здесь получил слону забрать как раз. Ну, залетела коса от Года. Да, и хорошо. На 40 секунд у нас Луна отправляется в таверну. Луни бы покупать какие-нибудь, на самом деле, капли. Вот против таких гангов будет очень хорошо работать. И против косы тоже дэмэж можно срезать. Года все неплохо. Года идет вторым по Нетворсу. Есть у него и накидка, есть капли. Очень трудно его забрать. Его надо толпой именно выходить. Здесь это выход на Морфа. Выход на Морфа. Винтер Верн здесь. Телепортируется. Но тут сразу моментально ультимейт. И не в ту сторону перекачивался у нас все Морфа. Наверное, не ожидал здесь Бэйна, которая спина будет уходить. Поэтому сразу перекачивает ушел в другую сторону. И очень много хп себе убрал. И пацан-страйк великолепно зашло у нас. Снизу Таур будет падать. Год. Уже вместе с катапультой. Катается забирать. Телепортируется. Год. Здесь надо. Надо прекрасно понимать, что нету здесь уже косы. И можно спокойно. Шаду Демона на Вихора будет выходить. Ну-ка, Вильхёр. Все же. Сейчас визу на него нет. Так, возможно, пацаник вест цеплял. Но хотят цепануть Году уже. Залетел Бим. Есть капли на Шаду Демоне. На секундочку уже 4 стака. Пошел так еще и стал хачер. Но Моряча должен убивать. Есть еще Эклипс. Эклипс кастуется. Забирает одного. Забирает второго. Пока просто отличная драка для команды TPB. Шаду Демон очень много работы делает. Очень большой КПД от него идет на этой карте. Прям по всем лайнам пытается бегать, доминировать. Это очень круто, на самом деле. Слушай, ну вот я не знаю. У меня прям глаз радуется, на самом деле, от некоторых макро действий команды TPB. Ну, хорошо двигается. У них герои очень активные. Как раз таки все могут атаковать. И Инвокер, как раз тоже, который статично на миде стоит, прикрывает это все санстрайками. Поэтому везде экшен. Ну, такая СНГ дота классическая, когда у тебя очень большое количество нюков на мидл. Попытка выхода, да. На Инвокер, нет. Не покатится у нас здесь мипошка. Ну, отменил. Отменил. Было близкий, да. Гот внизу опять под ультимейт. Финс грипп дает фуллдаун 30 секунд. Вардик сейчас постоит здесь ферви. Но там сантрюха стоит. И Гот спокойно сейчас этот вард будет здесь разбивать. Хотя он, да, не хочет выходить. Прекрасно понимает, что здесь не одна луна. Что ее прикрывают здесь игроки. И смачок у нас на нижнюю линию от Вильхиора и Модена. Телепорт сразу. Цепляют. Надо уходить. Просто надо бежать. На всех парах. Стики еще есть. Нет телепорта. Скорее всего ее здесь примут. Там в спину заходит. Два персонажа. Моден будет пытаться драться с ферви. А нам пока выключили СМ-ку. Но пошел сюда еще и бим. Винтер Верну все-таки заберут. Залетает Интерскерс в Бэйна. И ой, как же все плохо. Но Бэйна убили. Это вообще никаким образом не окупает ваш смоук. На секунду. На самом деле очень плохо, что Куману досталось этот стрик из пяти убийств. И Куману, у которого и так все хорошо. Который идет первый по Нетворсу. Ему еще достается сколько там денежек. Ну хотя не так много. 400 голды. Но все равно. Это приятно для Марфа. Это единственный шанс вообще на победу сейчас у имперцев. Потому что, ну, все проседают очень серьезно. 06. Трансминтер Верна. 06 Пангольер. Все очень-очень плохо у всех остальных героев. А там все формят. У Нигмы все хорошо. У Шадоу Демона просто все великолепно. Почти десятый уровень. Инвокер тоже на меде стоял. Никаких проблем не было. Ну вот у Луны, да, проблемки. Но я думаю, Луна рано или поздно свое наберет. Опытка выхода на медл. Там просто ауру. Восемь астистов целых у Луны. Очень такой интересный счет. 1-1-8 получается у первой позиции. Тем не менее, Луна все-таки фармит. Луна выфармить сможет. Это такой персонаж. Куман уже пробивает ирадин тавр. Пытаются каким-то образом действительно задавить ребята из команды Эмпайр. Цепанули инвокера. Ашашаш ошибся. Но здесь же еще есть все-таки Куман. Здесь же Фейрвиан. Фейрвиан пытался все-таки каким-то образом пробить все этого самого Марфа. Но, может, в него превратился. Просто попытался так же еще и остановить Ашашаша. Но убить вроде пока никого не получилось. И скоро в команде. Биби. Отправляется в таверну, конечно, Фейрвиан. Но это опять же не то чтобы самый дорогой суппорт. Хотя по Нигамуне у него все неплохо. Там 2015-я минута. Это даже хорошо, я бы сказал. 15-я минута, 3000 преимущества при таком счете. 19-4 не так уж и много. Погатился. Атака будет и еще будет сокращение краски. Симейт. Глайп есть. О, только погода. Только погода. Сбивает сразу просто моментально. Пошел Эклипс. Эклипс тоже не особо-таки по кому-то попал. Года убить не получилось. Мрячий тоже отправляется в таверну. Фейрвиан пытается драться до последнего. Использует финсгрипп. Пытается пробить Кумана. Но здесь его, скорее всего, уже никуда не отпустят. И убить он никого тоже не сможет. Минус 3 в исполнении команды Empire Face. Буквально за один файт они сбиваются преимущества оппонента. Да, преимущество просто кануло в лету. Сейчас тысяча всего лишь по деньгам. У нас забрали еще Тауэр этот на медиа. И Куман все жестче и жестче выходит у нас в лейт. Сейчас как раз Яршу себе возьмет. Есть у нее уже Морбит маска. И он может спокойно вот эншентов подфармировать. Вот на ваших экранах как раз сейчас это и происходит. Ну да, пытается выходить под них. Чтобы с санстрайком не умереть. Не все так круто, на самом деле, в ИПБ. Вот наш находит этот вардик, который пошла атака. 130 золота зарабатывает у нас здесь. Саник Уэс. Ну там несколько таких моментов, действительно, которые позволили выиграть верхнюю линию. На медл-линии тоже все было вроде неплохо. Инвокер еще и наверху просто в соляном аммипошку забирает каким-то образом. Ну, просто обычный раскаст. Да, Мэдан. Здесь бегает Девардик. Правда, его могут подцепить. Саник Уэс у Милл. Есть Дезрабшин. Есть Саул Кейчер. Полетел Санстрайк. И это просто за Санстрайк. Очередное убийство. Шансов. Девардика чуть не дотягивается. Просто пару пикселей. Смотри, как этот вард стоит. И он будет стоять здесь очень и очень долго. Год снизу. Что имеет? Худ у него был уже. Да, выходит Форд Ставчик. Чтобы сейвить как раз-таки Марков там и так далее. Куман и Яша. Яшу уже имеет. Тоже он довольно-таки хорошо. Здесь, наверное, даже не особо-таки сильно понадобится Хорикон Пайк. С другой стороны, если захочешь быть немного более мобильным, то можно будет сделать что-то подобное. Но вот Драгон Лэнс. Самый дефолтный билд на Марфа. То есть сделал Драгон Лэнс. После этого возможно пробовать Хорикон Пайк. И пока играет без Драгон Лэнса этот Морфлинг. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Пока мы сейчас фармим. Собрал себе уже Масков Мэднес. Но у него все плохо. По Натворсу шестой идет. 4 500. У него денег. Даже Пангалер. Тот, у которого все плохо было. У которого там отвратительный счет, по-моему, да. 1-7. И то лучше смотрится. Тот самый вард, о котором мы говорили. Который краешком не зацепили. На нем сейчас было видно Моряча. Я уже думал, что все-таки попытаются на него выйти. Но не дошли с самой малость. Не настолько мобильный пик. Ворваться не получается. Стаки крипов делают сэншент для Луны. И Моряча должен как-то фармивать. Должен действительно как-то возвращаться. Потому что Морфа уже 8 000. Луна с 4,5. Но это совсем не дело. Пока Даблстак зафармит. И нужно будет, наверное, очередной раз отойти. Нужно 12-й. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Мипошка с дайгером сможет только лишь еще лучше инициировать. Кстати, Смоук. Сразу пошли телепорт. Вильхер в Смаке пытается найти. И также еще инвокеры. В инвокеры закатились. Уходит пока он в инвиз. Мипошка, мне кажется, здесь провально немного прокатился. Цепляет фермина. Фермина провально. Не дали косу в годы использовать. Но сам без каких-либо проблем забирает здесь. А просветок никого не было. Просветок абсолютно никого нет. И действительно инвокер просто ушел в инвиз. Ничего сделать не получилось. Гольер просто неудачно блинканулся со своего ультимейта. И покатился сразу куда-то не туда. То есть за блинк. После блинка сразу же он не смог застанить своего оппонента. И за счет этого он просто ушел. Спасся. В общем, никаким образом ему не помешали. Саня Куэс. Уже с линзой. Есть у него также еще и урна. Саня Куэс все хорошо. Но. Грэйжный урон он не хочет собирать. Потому что оно все-таки весель. Моба помог. Так, можно найти что-то угры? Мипошка уходит отлично здесь. С вешбакла. Сверх продолжает фармить. Будет выходить он в возвраточку. Такой танковый будет у нас Некрофос. Почетую количество ХП. Есть худ. Стики. Форд Став. И появится еще Блэйд Мэйл. Кстати, в команде Технопарк Пушкина. Они же играют под аббревиатурой TPB. Все же была сделана переостановка в последний момент. Там, Киломансер. Киломансер играл до этого. Сейчас его поменяли обратно на Саню Куэза. Саня Куэз это уже один из бывших игроков, примерно, того же самого Костяка. Но сейчас Фервиан. В очередной раз загуливает немного. Хотя загуливает ли он? Ну да, загуливает, конечно. Тут и Вард, походу, не поставил. Или же поставил Вард. Вот, есть вот Килпс. Не, Вард он поставил, который стоит по Тирадин Тауэрум. Там, в конце речки. Но его здесь забрали. Ну, можно умирать. Все же Саппорт пятой позиции. Ты сильно не нафидишь. Тем не менее, нельзя как-то этим... Злоупотреблять. Такая ситуация. Ой, тут цепанули Нигму, Хакон! Получится ли хоть как-то спастись? Ух, Пайп даже здесь. Так, Хакон. Сушбакл тоже есть. Ну, его просто держали. Его просто держали за замедление от ультимейта, от ЦМ. Получилось. Получилось забрать. Так, если бы не было ульта ЦМки, то наверняка просто Хакон бы отсюда ушел. Слишком уж он толстый, его пребывать слишком долго бы пришлось. Но в этот раз получилось сделать абсолютно все правильно. Команды рядом не было. Рядом только лишь один Шадоу Демон, который и то может тебя подсейвить, только лишь, ну, буквально забросив дизрасс. Больше ничего ты не сделаешь. Замедлив оппонента. Все. Марф с монтостайлом. Уже приятно. На 20-й минуте. Хорошая у него раскачка. Сейчас будет Скайди уходить следующим вытимом. Поехали. Пока не вижу какого-то жесткого преимущества у нас от ЕПБ. Все ровно. Все прям супер в нуле. Графики по золоту до сих пор, правда, еще не были на стороне команды Empire, но, опять же, они очень близки к нулю, поэтому преимущества вообще никакого нет. Мне кажется, что преимущество уже вот просто по пику будет за командой Empire Face такими темпами просто за счет того самого Морфа. Это слишком уж сложно. Морф есть, да, но на него все-таки Спирит Весель работает, и есть в Лейте, в самом жестком Лейте все-таки Энигма, который будет с Блокенбаром, который будет с Линкой, и она этот Блокол рано или поздно даст. И плюс еще Луна под Дизрапшеном, это тоже сильная фишка. Опять же, можно много чего придумать команде ДПБ. Тут на исполнение главное не фидить, сейчас какие-то смуганги делать, потому что потихоньку имперцы начинают давить, они начинают выгонять на свою часть карты у нас ребята с ЕПБ. Просто не дают уже как-то заходить, просто так через речку, везде подлавливают. Хорошие варды у них стоят, вот эти варды, которые не ломаются, вот наконец-то находят на сфере Нвард, но этот вард уже должен был рано или поздно. Но упасть, он свою работу на этой карте сделал максимально хорошо. Пошел смуг, Саня Квес, Фервиан, Хакон будут пытаться выходить наверняка в Морфлинга, но это была бы лучшая цель, правда, получится ли у них забрать по-быстрому. Это Морфа Блинка пока не имеется у Хакона и Фервиан, нужно держать, держат Кумана, нужно просто, чтобы Хакон подошел, дал свой Блэк Холл, есть Санстрайк, даже Блэк Холл никакой не нужен, был слишком, может, перекачан в ловкость, Морф, поэтому получил чистую урон, но просто отъехал за пару секунд, там катился Пангольер, видимо, хотел каким-то образом засейвить, но в итоге просто ушел на своем ультимейте. Нельзя так отдаваться, хороший смуг, реализован, все-таки, командзой ТПБ. Как раз о чем мы говорим, нужно смачки реализовывать, потому что очень агрессивно у нас имперцы фармят на вражеской территории. Турцал Майден с Мидасом у нас просто вверх подфармливает, поэтому тоже рано или поздно в что-то такое полезное выйдет, Вильхиор у нас. Будет с Даггером, наверное, с каким-то Блэк Кенбаром, потому что Мидасик все-таки позволяет. А сейчас представляешь, какой-нибудь Дагончик залетит на СМК, я вот видел разок действительно Дагон на Кристал Мейден за последние турниры, но это, конечно, немного не тот уровень. Хотя, хотя что-то близко к этому. Пока Эмпайр Фейс еще себя не зарекомендовали, как очень сильный коллектив. На миде, попытка, выхода, есть Пайп и Энигме. Отлично пытаются поймать, Маден здесь. О, Саня Куэс. Цепляет, Бэхолл просто в пол! Ай-яй-яй-яй, Хакон! Что произошло? Хакон получает литимативную, его также прибивает Шадоу Демон под литимейтом. Там Пайп есть. Полетел Мепошка. Цепляет, все-таки, здесь Шадоу Демона. Шадоу Демон будет отсюда скорее никуда не уходить. Полетела Торнадо. Прям Фермен, Фермен отправляется в таверну умирать. Также будет еще и... Кто? Саня Куэс. Минус три в исполнении команды Эмпайр Фейс. Но вот как-то потерялись. Очень плохая драка для ЭПБ. Странно очень сделали. Это Блэк Холл никуда пошел. И на Рошана просто будут уходить здесь с Имперца. Очень быстро его будут забирать. Году нужно протанчить. Просто, чтобы Кумана не били. И Куман просто с хорошим демиджем здесь будет от Рошана забирать. Но надо, надо потанчить. Но вот за драку выиграли ребята из команды Эмпайр Фейс около полторы тысячи голды. И еще сейчас не фармить некоторое время Хакон, не фармить некоторое время также еще и Шадоу Демон. И мы прекрасно понимаем, что это около двух тысяч для команды Эмпайр. Плюс Рошан, что самое главное. Здесь Фермен со спины подходит. Тем не менее, ничего сделать уже не сможет. Наверняка не понимает команда. Татья, Торнадо. Олегис валяется, он все-таки забирает. Эти сферы он должен тоже забирать. Должен Куман на него компортируется. Яша Шаш. Яша Шаш тоже могут забрать. БКБ пока прожимает. Пытается уйти в инвизия. Есть ли просветы? А просвета что, снова нет? Просветы были, но Блокенбарг разбил просветку. Из-за этого он после Блокенбарга шел в инвизия. Моден. Моден использовал. Значит, все-таки все здесь имелось. Ну, правильно отыграл Аша Шаш, конечно, в такой ситуации. Тем не менее, неплохо было бы в нее не попадать. Потому что БКБшка как-никак 10-секундная. Ты ее просто вот так вот теряешь для того, чтобы один раз выжить. В том моменте, где можно было, в принципе, не подходить. Вот прям-таки под Рошпит. Очень сложно там было каким-то образом от Тейгас воровать. Потому что, блин, по-моему, Блинка вообще еще ни у кого не имеется. Никакого-то такого хорошего эскейпа. Имперсон начинает жиром обрастать. Это очень неприятно, на самом деле, для ЭПБ. Потому что они как раз на том этапе, когда им сейчас хочется артефакты для своих героев. Для Луны собрать Блокенбар и для Энигмы собрать Блинк Блокенбар. Их не получилось, что это давление после хорошего старта, очень классного старта, не смогли. Допускают очень много ошибок. Загуливают и отдаются там по два, по три героя. И дают камбэчить спокойно здесь имперцы. Саник ВС. На Вильхиора. Вильхиора будет ловить, а может быть Кумана. Да, Кумана... Кумана, конечно, получится, но не получится поймать. Просто нет никакого рядом. Так, Санстрайф полетел. Но Куман, конечно, не прикачан полностью в ловкость. Поэтому не получается его забрать, выбить Аегис. Хотя близко было. Там осталось где-то 400 хп из 1700 изначальных. Так что тут как бы так еще и не подставится очередной раз. 26-я минута, счет 23-14. Все еще графики в абсолютном нуле по золоту. Что по экспириенсу? Давайте посмотрим. По экспириенсу тоже ноль. Боже, что это за игра? Это просто... Что-то... Ровненькая битва СНГ-команд. Редко на самом деле такое видно. Команды играют очень осторожно. Понимают обе команды, что им действительно сейчас ни в коем случае нельзя проигрывать. Нужно проходить дальше. Нужно зарабатывать себя. Славу! Победители этой пары попадают у нас на Team Spirit. Впрочем, в Team Spirit будет очень трудно играть. Потому что Spirit сейчас... Ну, наверное, на одной из сильнейших команд, которые есть. Ну, да, там, если не считать Virtus.pro, то вот именно вот вторые команды после Virtus.pro, наверное, Team Spirit там вместе с Na'Vi являются. Так, ми-пошка закатывается. Цепляют инвокера. Инвокер... Ну, в общем, неплохо сейчас сработал. Опять же, прокатился в июле. Немножечко подстанил Ашашаша. А, ну, тот снова прожимает БКБ, уходит в инвиз и никаким образом это не законтрить. И пока снова отпускают. Что по Aegis'у? А Aegis'а еще будет 2 минуты, получается, у Morphling'а нормально работать. После этого протухнет. Интересно, вот в следующем патче пофиксит Бангалеру ту фишку, что он в июле... Ну, в ультимейте крутится, как бы, и когда он стоит на месте в июле, не катается, он все равно в стране тут башит. Ну, вот этот вопрос, баг или фича, тут уже сложно. Это фича. Больше похоже на фичу, да, я с тобой соглашусь. Так что... Гот у нас просто очень жесткий жердяй, пытаются поймать здесь Ашашаши, не получается, на июл хорошо здесь ловит он Вентро Верну, на страйк еще залетит, не попадает здесь по Вентро Верне, но там ничего страшного. И наверх у нас выход на попытку поймать Кумана, но у него еще есть Aegis, и он еще телепортируется отсюда, зачитает всю ситуацию, что он у него мог как раз сделать этот выход, то есть под этим вардом еще, который здесь стоит на магазине, он все прекрасно видел. И выход вниз, выход вниз, а там, конечно, у него блокенбар открутился, я думаю, вряд ли будет умирать здесь. Ну, такими темпами БКБшка все же рискует очень быстро стать пятисекундной, и ты уже не сможешь драться настолько продолжительно, как тот же самый морфинг, если он вдруг сделает себя здесь БКБ. Кстати, стоит ли БКБ морфингу делать в этой игре? Мне кажется, можно зайти. Морфу БКБ, то я думаю... Ну, слотов просто не хватает, у морфинга это такая постоянная проблема, что под БКБшку лишний слот. Ну, с Линкаю не хочется. Им у ману просто все выжигать будут с Инвокер, поэтому вот это неприятно будет. Стиков у него нету, и на манта стайл может не хватать там и так далее. Ну, не знаю, посмотрим, как с Линкен сферой будет это все работать. Вот, значит, с Линка полетит рано или поздно. Ну вот, половина вещей, в принципе, Линка спасет. Да, Линка, безусловно, нужна против того, что Винцгриппа. Обычно, когда на морфейе делают Линку, то БКБ это уже лишний слот. У тебя там не хватит статов, либо не хватит дэмэджа просто-напросто в какой-то момент. Обычно только дэмэджа не собираются. Готовы уже. Сейчас в Скаде, наверное, будет уходить какой-то. Пока Блокенбар не нужно. Пока Блокенбар ему здесь не особо важен. Хотя, рано или поздно, может подсобрать. Доблдэмэш, понимаешь, здесь морф. Выход вниз у нас вместе с Crystal Maiden, вместе с годом. Год у нас на самом деле не очень мобильный. Есть у него форстаф, но ты не хотелось бы даггер какой-нибудь. Баги спадает у нас в этот момент, когда драг начинается, и выход на морячи. Морячи. Подключил Масков Мэднесс еще. Все, приятно. Надо будет здесь морфа, да, отличная игра у нас в Crystal Maiden. Просто под даблдэмэджем, под момом, с тем самым увеличением входящего урона. Ну, забрали морячи. Прям очень приятно. Саник Саник ВС тоже может здесь стрелять на самом деле. Пока делает телепорт. Мипошка не смог помешать. Да, не туда немного поехал. Немного не доконтролил свой ультимейт. Либо получается, что просто поехал уже в ту сторону и не смог повернуться. Инвокер почти с рефрешером. Это очень жестко, потому что рано или поздно появится унигма Блэккенбар. Она кастанет с Блэкхолл там по двоим-троим и туда залетит. Ох, катаклизм двойной. Это боль. Это жесткая боль. Я знаю, что все-таки Аш-Ш-Ш очень хорошо умеет играть на инвокере. А Тема на этом персонаже там огромное количество матчей отыграл. И в его скилле я не сомневаюсь. В этой карте. Хорошо, катаклизм. Спит-пушик продолжает. Просто-напросто бласт откинул. Дорнадо сбросил. Крипы умерли. Тир-3 тавр наполовину пробит. Очень хорошо сплит пошел. Да. Навайкер просто так не дает заходить. Выхотнис у нас почти готово уже. Кстати, спирит весель у нас у шаду демона. И выход в смачке пытка занять свой лес от ребят из ИПБ. И у них это получается. Только вардики нужно расставить. Вардики у нас есть какие-нибудь волосы. Да, один центр у Бэйна только. Тут, кстати, в чате написали. Оказывается, забрали каким-то образом Роша на Рейдент. Вот в предыдущий раз, когда Сейгис был у Морфлинга. И Морфлинг крадет, АЕГИС написано. Я сейчас делал прощек. С Раскрайком. Да, да. Это было неплохо. То есть, получается, то самое Торнадо все-таки была оправдана абсолютно. Или Торнадо. Так, ну АШ-Ш в Визе. Торнадо, наверное, прямо сейчас найдется, когда его тут кидали. Последний раз, в последний момент. АШ-Ш, Вильхера здесь ловит. Вильхера должен моментально умирать. Никуда он не должен уже уходить здесь. Но Торнадо его ловит. О, Блаз залетел. Он очень много потратил всего Инвокер. Поэтому дальше файт продолжать не хочется. Ловит. Правда, нет. Саня Куэз. Должен здесь всегда встревать. Эх, Куман хорошо отыграл. Куман просто красавец. Он еще... Вот, он Инвокер. Может замедлять здесь, ловить кого-то. Да, он именно за счет того, что превратился в Инвокера, смог подцепить на Торнадо Саню Куэза. И... Марфа, алой, катаклизм! Ой, 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 ой! Какая же боль. Винтер сперт по Бэйну. Бэйн просто умирает, а прячь. Что, у меня катаклизм? И он good life. 11-1 отыгрывает здесь Аш-Аш. Ну, Аш-Аш под блокимбаром. Аш-Аш все-таки действительно выстоял в этой игре. И получается так, что файт затянулся самую малость. И сначала Инвокер сбросил все сплы в Кристалл Мейден. После чего просто этот скилл уже успели немножечко подоткатиться. И он смог забрать что от того же Кумена за счет буквально одного катаклизма, что... А в итоге в интервью вернул. В общем, файт проведен очень красиво командой. Липошка. Встрет. И снова есть Блик Эмбар у Инвокера. Инвокер использовал рефрешер. Вот, рефрешер ты изрешал. А, наверняка, рефрешер еще. Да, он прям на миде использовал, когда оставал двойной катаклизм. Выход на мидл. Морф не хочет байбекаться. У Бангалера тоже байбека нету. И тауэр и в миде хорошо находился, и сверху хорошо находился. И тут, кстати, рано или поздно может сыграть неплохо для команды ПБ. Потому что Луна набирает свою мощь. И потом будет просто бесконтактный бой по ТВ-рам. Как раз-таки через Дизрапшин на Шадоу Демона, который уже макшеный. И тоже хорошего уровня у нас уже он. И Спирит Весель сейчас тоже появится. Так, тут цепляют модель. Неприятности. Очень большие неприятности у нас у Инферцев. И вот этот килл, который ненужный был. Сейчас просто заходил почему-то в свой лес и... Просто так погибает. А Шашашпой идет искать Вильхера. Нет, Вильхера с Даггера просто уходит. Нельзя умирать сейчас. Ни в коем случае нельзя умирать. Потому что могут сейчас на рампу заходить. Подтягивать туда уже Шадоу Демон. Ну, катаклизм будет у Инвокера уже, насколько я понимаю, довольно скоро. Там довольно долго он все-таки откатывается. И посмотрим, каким образом получится его реализовать в ближайшем файте. Тут и Блэк Холл нужно использовать. И катаклизм неплохо было бы с Блэк Холлом закомбинить. В общем, потенциал на файт 5 на 5 у команды ТПБ очень хороший. Посмотрим, как они смогут зайти на хига. Да, уже снизу падают. Луна скоро Баттерфляй уже появится. На самом деле у Марфа неприятности. Вроде все круто. Как-то Некра в игре не видно, на самом деле. Некра, да. Год просто как-то выпал. Ну, вроде толстый, но ничего не происходит. Просто ничего не происходит. Через него как-то не особо играют. Ну, Луна уже реабилитировалась. И получается так, что каждый файт используется ультимативно от Луны. Буквально только лишь один раз был Эклипс провальный. То есть ни по кому даму уже не нанес. А так, хоть какая-то польза от этого персонажа присутствует. И с руки там уже Мариача очень неплохо разваливает. 18 тысяч на Творце у него имеется. То же самое. Что мы бить с Блэк Холлом скоро? Вот, пошли. Эти иллюзии как раз таким годом. Сейчас будет очень-очень неприятно. Нужно ему вязать. Еще и катаклизм провязали. А это зря. Это неприятно. Ну, с другой стороны, получили информацию о том, где находятся оппоненты. С Макетом, правда, никакого не было. Но как бы все-таки не подставятся в таких ситуациях. Отошли. Очень сливого отыграли ребята из ТПБ. Но неплохо бы переждать кулдаун катаклизма на этот раз. Конечно, есть рефрешер. Там через 5 секунд откадешится. Но хотелось бы использовать рефрешер в этом файте. А можно подождать. А там раша. Харкон уже с Блэкенбаром. Блэкенбаром уходит в линку. Но все равно это не будет спасать от Баши и от Гольера. Поэтому его нужно будет цеплять в этот Блэк Холл обязательно. Ну, или пусть он катается. Как раз пока он в Ultimate в Ролинг Тандере. В этот момент нужно повязать будет Блэк Холл. Иначе собьют. Скорее всего. Заход по топу. Показывает у нас инвокер, что надо идти по топу. А я со сплитпушу топ. Нет у него травелов. Неспособожно помочь своей команде. Именно в драке с хорошим прокастом. Будет только именно катаклизмом помогать. Можно его сейчас будет. Кстати, может быть, но... Пошка. Ой, а куда, блин, канал с этими пошками? У меня пошка блинганулась на хэйграунд. Кстати, специально он сделал это или случайно? Специально сделал, что он уже спокойно с ваш баклой оттуда выйти. Поэтому с гемом решил прочекать. Борды. Луна почти. С бабочкой. Буквально чуть остается. Один квадрестав. Да, нет, есть уже квадрестав. Он же маску Медос разобрал. Да, поэтому... Все, у него уже на месте. Луна с бабочкой. Это серьезная сила. Вот, и можно по низу заходить. По низу нужно заходить. Именно через товарища Шаду Демона. Это будет очень круто смотреться. Даже не нужно к базе подходить. Вильхиора здесь забирает. Просто через санстрайк. Очень жестко здесь инвокер. Ну, катаклизм. Катаклизм залетел. Ну, катаклизм, да. Катаклизм. Одного санстрайка могло бы и не хватить. Хотя уже, наверное, хватает. Там 1200 хп всего лишь у этой цемки. Сразу же телепорты пошли от Empire Face на нижнюю линию. Видят прекрасно, что здесь в ВРВН. Инвокеру надо идти. Инвокеру надо идти. И Рошан. Сначала будет Луна Рошан забирать, а потом просто будут заходить спокойно у нас на базу и через Disruption ломать стрейны. Не знаю, но трудная ситуация у имперцев. У них сейчас вообще никаких аутов не остается. А вот сейчас можно очень серьезно действительно отдать преимущество команде ТПБ, если получится проиграть файт, потому что байбек-то уже у цемки нет. Очень много зависит сейчас... Очень много зависит сейчас от Вентерверна, как свой ультимейт она положит. С Турошаной можно нападать. Кристалмейт нужно здесь забирать. Нет, Звенка, наверное, уйдет. Хотя непонятно. Уман. Очень хочется использовать свой ультимейт. Хотя бы на кого-то. В ВРВН все-таки получается здесь убить. Я не знаю, почему назад идут. Почему назад идут у нас ребята из ИПБ, когда у них Аегис, когда у них Сыр, когда у них все есть вообще. Все на свете. Рефрешер на Инвокере, Блэкенбарс на Энигме с Даггером и Блэкхоллом. Все у них готово. Хотя просто не хотят они заходить в бой. Ну, ТПБ побоялись. Побоялись действительно. Захотели как-то подождать все-таки с этим Аегисом. А чего бояться? Возможно, что-то дофармить хотят? Смысл бояться, если у тебя такое огромное преимущество. Именно на героях, которые в лейте очень жесткие. Ну, вот я смотрю, и АШШ делает себя Актарин. Актарина осталась там совсем немного голды уже. Буквально можно будет его взять через тысячу. Но байбайку у тебя не будет. Возможно, действительно, с Актарином уже как-то подраться хотят. И с Аегисом. Со всеми этими делами. Очередной раз очень свивого подкушивают верхнюю линию. Здесь, конечно, Медпошка. Медпошка может попытаться его найти. Залетает катаклизм просто для просвета. Чтобы точно уже удостовериться, что ему нужно отсюда уходить. Три персонажа на топе, два на боте. 90 секунд, да. Кулдаун. Не знаю, ну, потихоньку надо уже куда-то двигаться. Потому что Аегис идет. Да, Аегис там 4 минуты остается. Движений никаких в сторону территории противника. Вообще нет, отсутствует. Смотри, там даже поставили... Поставили ребята из Empire огромное количество сентри вардов в своем лесу. Это именно против инвокера. Чтобы он там из инвизы откуда-нибудь подошел. Да и, в принципе, чтобы в ревизе его можно было попытаться подцепить. Но пока это не спасает. Пока Аегис на SuperSeyball играет 2-2. Наконец-то поверху. Я думаю, имперцам нужно драку заранее принимать. Как-то стараться самим инициировать. Вот ставят вард. Я думаю, да, вот где-то в этой области фермина. Пытаются сейчас поймать первым. Слипом нужно себя кидать. Плохой, плохой рипер. Не сносит он здесь бойна. И пауза прямо во время драки. Ух, как же это неприятно. Да, лагануло. Где замес? Где замес? Почему никто не хочет драться? Ну, как-то вот осторожней чуть слишком ребята из команды TPB. Это сейчас абсолютно точно видно. Но Луна должна драться. Луна с Аегис. Луна есть Блокенбар, Луна есть Манта Стайл, Луна есть Аегис. Луна есть в Шаду Демон рядом, который с линзой, который Desruption даст издалека. Есть ультимейты тоже у всех вообще персонажей. Без этого бэйна, на который уже рипер потратили, можно спокойно выходить в бой. Пишет Куман, go FF. Или, может быть, это значило что-то другое, но драка должна начинаться. И такое ощущение, что надо просто сразу использовать ультимативную для Луны. И попытаться здесь выжить ультимейт. БКБшка, может быть, сразу не прожмет, но надо попытаться каким-то образом убить Кумана. Так, цепанули. Полетела Торнадо. Торнадо к Куману не попало. Пошло ЕМБ, ЕМБ тоже не попадает. Есть Блэк Холл. С Блэк Холла получается избирать морфинга. Без морфа уже дараться будет очень неприятным. Умирая также еще и Маден. Ну вот, байбэк. На байбэк все просто сейчас базу снесут. Да, выкупается здесь Куман. Шаду Демон нужно проходить. Пять три секунды откроется как раз Desruption. И с этого пытаться... Ну, Desruption, одна лун кидать. Ну вот, Куман играет без дроби ВК. И пока что довольно сложно использовать на себя Алла Акрити. Его цепанули. Куман будет возвращаться. Просто-напросто полетел на Инвокера. Инвокера получается собирать. Но Инвокер также отбросился своим катаклизмом. Правда, не сильно кого-то надамажил. И Куман цеплял также еще и Саню Квеза. Но вот теперь уже как-то не особо приятно драться команде. Радиант цепляет здесь также еще и Луну. Куда-то выбивать. А Игос неужели? Как же много сейчас теряют эти парня. Они были близки к тому, чтобы просто сломать сторону. Уже пойти выиграть игру. И сейчас убивают одного Инвокера. И это настолько сильно подкосило команду. Я не понимаю. Зачем вы куда-то идете, пытаетесь там что-то сделать, на кого-то напасть. Просто сделай иллюзии из Луны, у которой там еще есть чуть меньше половины ХП. Отправь на Тауэр, сломай Тауэр и начни ломать бараки. Все. Пускай на тебя сами нападают. Нет, надо Инвокеру близко подойти, чтобы вас про каста забрали. Надо потом всем умереть. А Игос это отдать. Просто на халяву все это происходит. И, ну, не знаю. Да, там были прожаты БКБ еще в начале файта. То есть до Байбеку Морфинга. Что от Инвокера, что от той же самой Луны. Еще до выпадения Айгеса. В итоге как-то подраться не получилось. Именно из-за того, чтобы БКБ этого Инвокера не было, в него и влетел. Морфинг на несколько огромное количество урона. Инвокеру Кунт Линку надо собрать на самом деле. Потому что он страдает. Блокенбар вроде есть, но Кунт Линку будет спасать вот у таких вот нападений. Куман у нас до Идалона вызывает. Все будет попытка ломать Тауэр. Но Инвокер, наверное, не будет укупаться от Луни. Можно будет выкупаться. Не знаю, может попытаться откидать у нас все-таки здесь. Ну, Руману сбивают. Так, Куман зацепляют. Больно, больно, иллюзия. Смотри, как наяривают у нас по Куману здесь. Ну, маленькое количество ПП у него было. Зоня здесь у нас. Клипошка со своим ультимейтом. Тауэр ломается. Инвокер сейчас будет уже. Сортификацион нету здесь. Ну что, ну выкрадил телепорт. И даже сторону не получилось сломать. Хотя, в принципе, в такой ситуации не критично было бы даже отдать все эти бараки. Ну вот, если потом удастся хорошо подраться. И пока он драться подрастает. Ну, сейчас минус святыня еще больше. Ну, это нижняя святыня, опять же. То есть, наверху есть все-таки. И на подходе к Рошану ты все еще отстаешься. То есть, можно будет телепортироваться. И там торнадо, в конце концов, сразу же от этой святыни уже долетит до Рошпита. Блэк, посмотрим. Блэкенбар на Шадоу Демоне. Здравствуйте. Интересная ситуация. Шадоу Демона можно взять на 25-м два заряда Disruption. Одну делать из Марфа, вторую делать из Луны. Ну, это прям слишком, слишком обузанная комбинация, мне кажется. Ой-ой, ловит, ловит здесь года. Ультимейт. Ультимейт, нажми ты, ну господи. Вот зачем? Вот я просто не понимаю, зачем ты кидаешь инфибл на микрофоса? Зачем? Что с руки тебя наяривает просто? Не знаю. Может подумал, что там есть линка, как-то у него. Брэн лагануло немного. Подумал, что это Морфен, каким-то образом превратившийся в этого героя. В общем, правда здесь, конечно, просто анриал этого игрока. Я попытался, у меня не получилось. Убили Бэйна. В принципе, 30 секунд его не будет. По сути, это сильно никак повлиять на игру не должно. Ребята из команды ТПБ самые волосы стоят. Но они без Бэйна никуда не идут. Ой, аш-аш-аш. Аш-аш-аша могут подцепить. Это опасно. Пошло торнадо. Нужно прожимать Глокимбар. Пытаться 10-н отсюда уйти. БКБ-шку пока что не жал. И вот сейчас нужно констовать на паут. Есть рефрешер. Еще раз прожимает БКБ. Пытаться уйти на блинки. Блинки мы сейчас били. Но нет, он все уже в инвизии. Его просветили. Хотя у Пангалера был ген. Могли его цеплять здесь. Ух, а здесь аш-аш-аш. Да, ну, блинк все-таки еще имелся как запас прочности. Поэтому не получилось. Но очень намного развили. То есть и рефрешер пришлось использовать. И БКБ-шка сейчас в откатах 40 секунд. Все это время ребята из команды Empire Face должны чувствовать себя на коне. На верхней линии Мариача тоже пытался сплитпушить. Сейчас сделал телепорт на базу. И такое ощущение, что действительно вот от кастов инвокера сейчас очень сильно зависит команда. Даже, возможно, в некоторых ситуациях сильнее, чем от Блэкхола Энигмы. То есть если у Энигмы нет Блэкхола, все еще можно пойти подраться. Там есть ли у инвокера абсолютно все сплы не в кулдауне. Есть рефрешер и так далее, и так далее. А вот без рефрешера инвокера, без его катарклизма, ты уже просто идешь и понимаешь, что у тебя недостаточно дэмэджа для того, чтобы убить некоторых героев. Хотя, на мой взгляд, все-таки посильнее они сейчас. Посильнее ТПБ должны быть просто за счет того, что у них Луна очень лейтовый персонаж, который уже сделал себе сатаник. Я не вижу Блэкхола хороших от Хакона. Просто вот не вижу их. Ну, они должны подраться под этот Блэкхол. И все. Сделайте нормальный Блэкхол, сделайте нормальную драку. Не знаю, будут ждать следующего Рошана. Без Рошана тут будет просто пассивная игра. Но слишком долго играют, слишком долго играют. Боятся делать ошибки именно на этих выходах, на заходах на рамку. Много, много косячков у нас от ЕПБ. Так, тут Маден. Он просто с крипом разбирается. Крип с доминатором. Аж хорошая руна, руна ловшебства на таком... На этой минуте я сейчас. В принципе, можно попытаться один прокаст какой-то дать, убить хотя бы одного героя. Просто пойти, вызвать хотя бы иллюзию, начать ломать. Ну, пожалуйста, сделай так. Почему ты не делаешь этот шадоу-демон? В чем проблема? Где вызываешь иллюзию, накидываешь на иллюзию, а лакарь тебя, она просто идет, ломает. Очень неплохо было бы найти какую-нибудь иллюзию еще того же самого Марфа. Тем не менее, опять же, есть рабутая комбинация вместе с Луной, того самого бесконтактного пуша ЛПК. О, наконец-то просто наверх отправляют эти иллюзии. Вот, вот, начинают падать у нас строения по чуть-чуть. Там же Глэвы. Там все ломается моментально. В общем, по-хорошему, в сложившейся ситуации, если не будет делать ошибки ни та, ни другая команда, то все равно все придет к победе от Радиент. По-хорошему. Вот, как я это сейчас вижу. Просто потому что пик у них в лейте посильнее, потому что есть тот же самый инвокер, который зафайт один буквально готов всех испепелить за счет двух катаклизмов. Ну, и Энигма, которая еще пока не так много блэхолов дала по двум персонажам и более. По-моему, всего лишь один такой был. Вот, Года надо убивать сейчас. Просто ловить его. Ну, Энигма может. Ну, тут забирается пока фаржа. Ну, байтит. Пытается байтить на Года. Кажется, ломает нож из Хигсона. Как бы не так просто. Рефрешер есть у инвокера. Все готовы к драке. Все в блокинбарах. Конечно, они все в блокинбарах. У них четыре блокинбара. Они не хотят подраться против героев, которые кастуют магией. О, стояние на реке в игре. Действительно, сейчас парни выжидают. Парни выжидают. Есть информация о том, что имеется Рошан для команды ТПБ. Убивают в это время крипа. И эта же информация появляется у команды Эмпайр. И бошка покатился в ультимейте. Сбивать лепорт Фербян. Ну, Фербян, а что ты тут сделал? Что он хотел? Непонятно. Четыре блокинбара. Четыре штуки. Они четырьмя. Ты понимаешь, Морф. Там, красуется и заклинание. Кристалл Мейденка стоит свое заклинание. Пангалера не страшно, да, что он тебя будет бить. Некрофос тоже тебя не бьет. Когда ты в блокинбаре. Ну, Винтер Вернт с ультимейтем. Ну, только Лишана, получается, может пробить. Это можешь пару героев убить, пока ты в блокинбарах. Окей. Ну что ж. Рошан, и на Рошана пока обе команды не заходят. Все еще не меняют свое местоположение ребята из команды ТПБ. Правда, вот сейчас делают телепорт уже на нижнюю линию. А что, неужели отдают Рошана? Они действительно отдадут? Просто в макроигру разводят, и все. Ну, с Рошан, вот, катаклизм. Никто не попадает под него. Ну, там Ценка к краешкам буквально попала, но это вообще никак не важно. Ну что, успеет ли вообще долететь досюда? Ашашаш бежит в инвизио. Врывается, откидывается торнадо. Видит, что у Рошана все-таки еще есть ХП. Под БКБшки его цепляют в ультимативную. От Виверны Кумен. Сразу же ЕМП. Рефрешер пошел. Будет ли еще один прокаст Хакон. Блэкхол очередной просто в пол. Что он делает? Мариачи под БКБшки пытается добить Рошана. Кумен все-таки сюда врывается. Кумен забирает Аегис. Полетел раскастный от Мипошки. Мипошка катается по Хакону просто как по маслу. И получается Хакон убивать. Бэйн также умирает. Пошел Санстрайк. Мариачи в таверну. Минус три уже в исполнении команды Empire Fates. Что делают ребята из ТПП? Ашашаш. На отходе. Они делают полную ересь. Потому что они вообще ничего не делают. Я просто не знаю. Ну, вот так обидно проиграть игру. Это очень жестко. Надо сейчас собраться прям и ни одной ошибки не допускать. Для того, чтобы ее не слить. Но уже 12 тысяч преимущества становятся за командой Empire Fates. Там в Рошаном летели... Так просто сейчас все потеряешь. Такое ощущение, что просто собрали все ошибки на этом. Заходят на Рошана. Ребята из ТПП. Которые только лишь можно было придумать. То есть там Enigma. Второй Black Hole просто в пол за эту игру. От Хакона. Вот Black Hole пошел по двоим. По Галерам вместе с Мипошкой. Поймали. Точнее Кумана вместе с Мипошкой. И Куман. Получается... Мод поигрыша. Дукинбар. Дукинбар работает. Дукинбар спасает. Луну сейчас прибивает. Луна без Байбека. По-моему, Му может оказаться. Но прожимается Таник. Начинает драться с Куманом. И с Кумана Иггис выбивает. Мипошка вкидывается. Пытался пробить хоть каким-то образом инвокера. Но Ашашаш пока еще живой. Очень лохитовый. ЦМка вместе с Мипошкой. Но убивает. Садки Луну. Луна без Байбека. Ашашаш уже один ничего не может сделать. Будет умирать также еще и Хакон. Такое ощущение, что это ГГ. 109 секунд. Нету Хакона. 113 секунд еще нету Мариачи. Да, нет Байбеков. Просто сюда уже делепортируется герой. И, скорее всего, эта база будет страдать. Даже шансов осталось очень-очень мало. Падают бараки. И Куман очень серьезно их пробивает. Действительно, можно пойти сразу в трон. Вопрос о том, знают ли парни, что нет Байбеков. Или действительно могут отдавать сторону. Игат из премьер. Инвокер могут ловить. Инвокер без Байбека. На Байбеков не хватает. Не хватает даже для того, чтобы убить Вильхера. Никаких прокастов. А вообще Хекс у Вильхера есть на самом деле. И вот с этим Хексом могут поймать сейчас здесь. Инвокер, который сейчас опять будет идти. И пытаться повоевать. Последний шанс для сптался. Сейчас будет просто у него блинк. Блинк на Инвокера. Вот он Хекс. И просто минус Инвокер. Прочитали. Просто прочитали. Единственное, что сейчас могло спасти команду КПБ, это врыв какой-то от Инвокера, от Торнадо. По пятерым. Тут даже Катаклизм. Но об этом остается только лишь мечтать. Потому что пока Инвокер отпрохлится в Товерном Байбека. Отвратительная игра от ЕПБ в мидгейме и в лейтгейме. Они в равном счетном вообще ничего не сделали. Очень плохо юзали вот эту комбинацию. То есть вообще не юзали Луна и Шадоу Демон, хотя могли. И отвратительно прожимали кнопки. И отвратительно дрались они в мидгейме и в лейтгейме. Хотя все закономерно с такой игрой. На таких стадиях доты ты будешь проигрывать 100%. Просто переиграли. Ну, в Верлигейме все было очень даже неплохо от них. Тем не менее, потом посыпались как-то парни. И все уже закончилось тем файтом на Рошане. Вообще мне не понравилось, как я ты играл в эту игру Хакон. Он все время на карте фармил. Он выформил себе даже нужный артефакт. Там та же самая линька. Тот же самый Блэк Кимбар, с которым уже можно, казалось бы, ворваться и поставить хороший ультимейт. Но там были несколько моментов, которые просто упущены. Команды TPB, когда можно было прыгать в Энигме. Это раз. И было два Блэк Холла просто в пол. Такого мы не видели со времен ПГГшки, наверное, даже отчасти. Ну, нет, нет, конечно. Но, Володька. Так далеко залазить нельзя. Друзья, самый черный Блэк Холл все еще титул как-никак за... Да, Володя не отберешь этот титул, так что не надо. Да, тут ничего не придумать. Хакон, в общем, должен как-то на этой Энигме в следующий раз даже и не пытаться. Шансы прибыли 0. Ладно, мы идем на небольшую паузу. Вернемся к вам минут через 10, наверное, и продолжим комментировать для вас четверт-финал. Ну, друзья, никуда не расходитесь. Очень скоро мы к вам вернемся.